Хорошие новости! Это Huawei Mate 50 Pro, и этот телефон было очень интересно тестировать. Здесь неубиваемый дисплей, здесь довольно мощная начинка, камера с переменной диафрагмой, отличный уровень влагозащиты, и он просто красивый, он безумно красивый, но хотя это всё на любителя, но об этом позже. И перед вами 80 тысяч рублей. Стоит ли он этих денег? Конечно же, распаковка чисто номинальная, будет максимально быстро, потому что телефоном я уже какое-то время пользуюсь, сам телефон, без, конечно же, плёнки на дисплее. То есть её здесь на изогнутом этом дисплее нет. Далее у нас скрепка, плюс чехольчик, плюс там какая-то рекламка AppGallery. Естественно, блок питания на сколько-на сколько-на сколько, на 66 целых ватт. И, само собой, кабель питания, USB-C, вот такой вот весь обычный оранжевенький для Huawei. Кстати, вот этот оранжевый под цвет телефона, что классно. Дизайн штука субъективный, и много кто из тех, кто видел меня с этим телефоном, говорил, что это цыганщина. Камера вся в такой золотой окантовке, боковины золотистые, вся задняя панель это просто эко-кожа оранжевого цвета, как вы можете заметить. Ну и, на самом-то деле, в руке он ощущается просто замечательно. Такое ощущение, что телефон уже поместили в качественный и очень тонкий чехол. Что важно, телефон имеет влагозащиту IP68, но чёрный и серебристый цвет. Можно погружать в воду всего лишь до двух метров, а именно вот такой оранжевый до шести метров. Что ещё здесь есть интересного? Ну, конечно же, заценим, что у нас тут в слоте для сим-карт. И здесь, на самом-то деле, всё просто. Либо две симки, либо одна симка и флешка, максимум на 256 гигабайт, фирменная от Huawei. Справа кнопки питания, очень тоненькие, потому что вы помните, что здесь экран водопад. И кнопка питания, в которой нет сканера отпечатка пальцев, он находится вот здесь, прямо в дисплее. Это тоже норма, так много кто делает. Разблокируется довольно быстро. Ну и что у нас ещё? Здесь вообще ничего. Сверху и К-порт, и микрофон. Звук здесь, конечно же, стерео. Один динамик снизу, и один динамик, нет, не сверху. Разговорный имитирует, точнее, выполняет роль того самого второго стереодинамика. В руке лежит просто шикарно. После довольно длительного пользования айфоном с прямыми гранями, переходить на вот такое тонкое чудо с скруглёнными гранями, одно удовольствие. Но это справедливо и обратно. Если бы долго пользовались таким телефоном, то перейти на прямые грани будет прям просто шикарным ощущением. Так что всё это просто на любителя. Ну и дисплей. Собственно, вы всё увидите прямо перед собой. OLED 6,74 дюйма, 120 Гц, шустрый, быстрый, плавный, яркий, качественный. Защитное покрытие называют Kunlan, что-то из Mortal Kombat, типа. В интернетах есть тесты, как им бьют орехи, сильно бросают, и с экраном вообще ничего не происходит. Но это, конечно же, дело случая. Можно неаккуратно уронить на угол и разбить вообще всё к хренам. В любом случае, будьте аккуратнее. Не стандартно, плёнки на дисплее, как уже и говорил, здесь вообще нет никакой. Экран с закруглёнными краями, то есть они чуть-чуть уходят на боковину. Совсем капельку на самом-то деле. Выглядит эффектно, но при эксплуатации вообще никак не мешает. Загибы не сильные, но визуально выглядит такой дисплей гораздо круче и более, что ли, премиально, чем обычные. Так называемая чёлка скрывает пару камер и ещё все уведомления, которые приходят на телефон, но не суть. В общем, эта пара камер необходима для того, чтобы разблокировать ваш телефон по лицу. То есть такой аналог Face ID, это не в новинку для Huawei и конкретно серии Mate. Работает шикарно, но здесь также скрывается ИК-датчик. То есть такая ИК-подсветка, которая даже в темноте распознаёт ваше лицо. И пусть и чуточку подольше, но в темноте также эти камеры способны распознать. Также здесь, конечно же, есть цифровой обычный пароль для разблокировки и, естественно, сканер отпечатка пальцев. Тоже работает довольно-таки шустро, вот моментально разблокирует. Ну и раз уж заговорили про фронталку, вот пара примеров. Снимает шикарно и днём, и ночью. Есть три улы обзора, значит можно фотографироваться большой компанией. Правда, автофокуса нет, а значит лица, которые бы на более-менее заднем плане, будут вне фокуса. Видео пишет 4К и 60 FPS, а это топчик, ну и звук пишет просто шикарно. Тест микрофона Huawei Mate 50 Pro. Вокруг довольно шумно, много людей. Где-то вдалеке ездят машины и, в принципе, есть какой-то ветер. Посмотрим, как будет звучать. И очень радует функция переключения камеры, то есть угла обзора фронтальной камеры прямо во время записи. Выглядит цвет крайне классно, ну и плюс ко всему не очень дёргано. Переключение плавненько из того, что я вижу. Чипсет используется отлично здесь. Snapdragon 8 Plus Generation 1. Уже много где его тестировал. Память 8 оперативной. И именно в оранжевой версии, вот в этой, до 512 постоянной. В остальных 256. В данном случае, в производительном режиме, телефон выбирает больше миллиона баллов. Вот это обычный тест. Второй, в первом было на 2000 что ли больше. Собственно, результат просто замечательный, похвально. А вот троттлинга избежать не удалось. График доходит до 70%, что в теории говорит о высоком нагреве и сбросе частот. На практике же. Для демонстрации используем две игры. И несмотря на супер мощность, это не игровой смартфон. Stand Off 2 с максимальными настройками графики и включенным режимом 120 Гц. На телефоне, кстати, выбран режим с постоянной максимальной частотой в 120 Гц. Так вот, вы видите, 90 фпс. Да, стабильно. Да, телефон при этом не нагревается, но всего лишь 90 фпс. В более тяжелой игре World of Tanks Blitz на максимальных настройках у вас будут стабильные 60 фпс. Но если ты постоянный гость моего канала, то знаешь, что другие телефоны на Snapdragon 8 Plus Generation 1 выдают 100 или даже 120 фпс. Тут даже такой настройки нет. В целом же, вы сможете поиграть в любые, даже самые тяжелые игры типа Genshin Impact с большим комфортом, на высоких настройках графики. Но нагрев будет доходить до 43 градусов при длительной игре. Конечно же, здесь нет привычных гугл сервисов. Но для кого это проблема за столько лет, сколько Huawei без гугл сервисов, уже все научились нормально делать? YouTube смотреть можно. Все нужные игры. Fortnite, Genshin, Diablo Immortal, на секундочку. Все это здесь в наличии, качается легко. App Gallery есть и с ним уже все давно знакомы. Даже вот, ну, например, Diablo Immortal. Серьезно, его же нет, насколько вы знаете, в Google Play Market. А здесь на Huawei можно скачать вообще без проблем и спокойно играть. Главная фишка этого телефона, это, конечно же, камеры. Основная она 50 мегапикселей с лазерным автофокусом, с оптической стабилизацией. И, конечно же, главная фишка телефона, это изменяемая диафрагма. Смотрите внимательно. Диафрагма регулируется в диапазоне от 1,4, а это просто отличный уровень, до 4. Как видите, объектив открывается и закрывается весьма существенно. Даже если вы понятия не имеете, как пользоваться профессиональными настройками, камера будет автоматически подстраивать диафрагму. В итоге мы имеем крайне сочные и четкие снимки в дневное время, чем вообще никого не удивишь. Но вот ночью качество просто феноменальное. Вот всего лишь пара примеров, и если хотите увидеть больше, то переходите по ссылке в описании на мой текстовый большой обзор с кучей примеров. Я постоянно слышал, что iPhone это чудо инженерной мысли, и что Android фоткает исключительно как мыльное нечто, типа на iPhone заклеивали камеры пленкой или скотчем, и вот типа так снимает iPhone, то есть Android. И что теперь я вижу после пользования уже месяца 3 iPhone 14 Pro? Вот кадр на iPhone 14 Pro в ночное время, довольно при сложных условиях, а вот на Huawei Mate 50 Pro. Думаю, не нужно пояснять, где лучше. И нет, виноваты не мои кривые руки. В обоих случаях режим авто, в обоих случаях абсолютно одинаковые настройки, в обоих случаях просто достал телефон и сфотографировал. Ультраширик у Huawei Mate 50 Pro совершенно обычный, про него даже рассказывать неинтересно, просто скажите мне, вы им пользуетесь хоть кто-то? Нужен ли он вообще в телефонах? А вот телевик моё почтение, зум здесь 3,5 кратный, именно оптический, и сценарии его использования абсолютно понятные и приятные. Вот мне нужно снять фото, но я стою далеко. Подойти нельзя, ибо там грязь, хоп, и ты приближаешь и получаешь почти такое же качество, как и на основную камеру. Ну и, конечно же, все эти съёмки луны на месте, да и стократное цифровое приближение работает, и работает хорошо, причём и днём, и ночью. Видео пишет 4К 60 FPS, оптическая стабилизация отрабатывает отлично, качество видео хорошее и днём, и ночью. Есть и режим видеоблога с разными настройками, это когда вы одновременно пишете и на селфи-камеру, и на основную. Батарея в телефоне стоит на 4700 мАч, этого хватит на полный день использования, но не прям супер жёсткого, потому что та же камера и игры высаживают батарею нормально. Но, собственно, как простой пример, воспроизведение видео на средней яркости по Wi-Fi плюс-минус 15 часов. Зарядка всего лишь на 66 Вт, что уже не совсем по-флагмански. Зарядка уходит чуть больше 40 минут, а вот беспроводная зарядка хороша, тут целых 50 Вт, и есть реверсивная на 7,5 Вт. Можете заряжать свои наушнички, часики и всё остальное. Стоит конкретно такая оранжевая версия на 512 ГБ 80 тысяч рублей. В сером и чёрном цвете версии на 256, и они обойдутся вам в 70 тысяч рублей. Стоит ли отдавать за него такие деньги? Тут, наверное, каждый должен решить сам для себя. Но, если бы я сейчас покупал себе телефон, то однозначно бы обратил на него внимание. Во-первых, он выглядит просто классно. Мне, это лично моё мнение, но мне очень нравится. Плюс ко всему, в плане фото это однозначный топ. Но вот в плане игр, если вам нужен именно телефон для игр, то за эти же деньги, да даже за более меньшие деньги, в два раза более меньшие деньги, можно найти телефон с таким же чипом и с более хорошей оптимизацией под игры. Так что вот здесь рекомендовать не могу. Но именно в плане фото, в плане комфорта использования просто топчик. И вот тут лично мне интересно, а кто же лучше фоткать? 14 Pro или Huawei Mate 50 Pro? Пишите в комментариях, насколько это интересно вам. На этом всё. Как вам Huawei Mate 50 Pro? Не забывайте ставить свои комменты и писать лайки. И до самых скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok